Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Третий глаз — это глаз, чей фокус направлен внутрь, так как ваша похоть, жаждущая природа, никогда не находилась вовне. Она находится внутри. Вожделение — это нечто, что создает в вас ощущение незавершенности и стремления к чему-то. Когда мы говорим «шива», слово «шива» становится синонимом третьего глаза. Третий глаз означает, что эти два глаза должны смотреть на внешнее. Эти два глаза способны показать вам физическую природу существования. Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Третий глаз — это глаз, обращенный внутрь. Это не что-то, что открывается у вас на лбу. Третий глаз — это взгляд внутрь. Вы слышали такие истории, в которых «шива» открыл глаза и сжег каму. В Индии есть бог любви и похоти по имени Кама. Кама означает «похоть», которой вы не хотите смотреть в лицо, и поэтому называете ее любовью. Потому что вам нужна некоторая эстетика. И вот он прячется за деревом и пускает стрелу в сердце Шивы. Стрела попадает в Шиву, это его растревоживает. Затем он видит, что это Кама. То есть его собственная похоть. Он открывает свой третий глаз, огненный глаз, и сжигает каму. Тот прятался за деревом, но сгорел дотла. Тогда Шива взял пепел от сожженного камы и намазал им себя, заявив «я положил этому конец навсегда». Такова основная история. Но скажите мне, ваша похоть возникает внутри вас или где-то за деревом? Нет, вы, конечно, можете зайти за дерево, но это другое. Так где же возникает похоть? Внутри вас. Желание не появляется снаружи. Желание приходит не потому, что где-то там сидит красивая женщина или красивый мужчина, а потому что желание или Кама внутри вас. Поэтому он открыл свой третий глаз и сжег Каму внутри, а не того, кто стоял снаружи. Потому что он никогда не стоит снаружи. Пожалуйста, взгляните на это и убедитесь, что ваша похоть, ваша жаждущая природа никогда не появлялась извне. Она возникает только изнутри. Поэтому он открыл свой третий глаз, но не во внешний мир, а во внутренний. Затем он увидел эту похоть, которая по сути означает, что в вас имеются некоторые черты, которые заставляют вас чувствовать себя незавершенными. Так что вы думаете, что достигнете завершенности, только идя к чему-то или кому-то. Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Шоппинг — это тоже похоть. Потому что вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. Потому что вы не можете существовать без этого. Я хочу это, потому что только тогда, когда оно у меня будет, я стану полноценным. Это может быть вещь, положение, власть, сексуальность, неважно, что это такое. По сути, похоть создает в вас чувство незавершенности и стремления к чему-то. Она заставляет вас чувствовать, что если у вас этого нет, вы неполноценны. Субтитры создавал DimaTorzok